МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Изменения в законе. На что можно потратить региональный материнский капитал? История с первых уст в нашем городе стартовал муниципальный этап конкурса слава Созидателям. Самый сладкий праздник – 11 июля, Международный день шоколада. Далее расскажем обо всем подробно. Федеральная программа «Материнский капитал» известна всем, но мало кто знает, что в большинстве регионов России успешно действует региональный материнский капитал. В этом году в законодательстве произошли изменения, которые коснулись преимущественно использования денежных средств. Правительством было принято решение несколько расширить данный перечень, как на федеральном уровне, так и в регионах. Подробности далее. Программа регионального материнского капитала действует в области с 2011 года. Сначала сумма была 25 тысяч, с 1 января 2017 года ее увеличили до 100 тысяч. Также были расширены направления реализации регионального материнского капитала. Кроме улучшения жилищных условий и медицинской помощи, можно оплатить обучение как в государственных, так и в частных учебных заведениях. Для этого нужно представить договор и квитанция об оплате. И мы часть этих денег, то есть не все 25 тысяч, а из этих 25 тысяч оплачиваем образование ребенка, то есть и детский сад, и даже если вот школу, искусство куда-то ходит, то есть образовательный процесс, все мы оплачиваем. Новшеством стало направление средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые им необходимы для социальной адаптации и интеграции. Покупка должна быть сделана в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. Это средства реабилитации, коляска или слуховой аппарат, что-то приближено. Но опять-таки должно по ИПР быть. Ну, есть там некоторые перечни документов, которые необходимо нам предоставить. И мы опять-таки из регионального материнского капитала возместим вам ваши затраты. Ситуации бывают разными, и деньги могут потребоваться срочно. Региональный материнский капитал, как мера социальной поддержки, предусматривает и единовременные выплаты. В этом случае нужно обратиться с заявлением в управление соцзащитой. Из этих региональных материнских капиталов, 25 тысяч и 100 тысяч, можно единовременно, размер 10 тысяч, получить без всяких справок, без всяких квитанций, чеков. Это просто на нужды, первые необходимости, так называемые. Всю необходимую информацию можно уточнить в управлении социальной защиты на проспекте Мира, 15, в кабинетах 104 и 105, а также по телефону 755-83-7-89-31. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, СОРО-24. В нашем городе стартовал ежегодный конкурс «Слава Созидателям». Он проводится в третий раз по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и включает в себя два этапа. Муниципальный проходит с июля по сентябрь, федеральный – с октября по декабрь. На конкурс принимаются видеоролики, в которых школьники берут интервью у работников предприятий и организаций СОРОВА, ветеранов атомной промышленности, обладающих званиями, наградами и получивших общественное признание. За два года существования в конкурсе «Слава Созидателям» приняли участие жители 22 городов присутствия Госкорпорации «Росатом». Почти 60 тысяч претендентов на победу и практически 20 тысяч видеороликов. Но на этом пополнение летописи Госкорпорации не закончилось. В этом году в ней появятся новые, уникальные факты остановления атомных городов и реальные истории тех, кто стоял у истоков создания ядерного щита нашей страны. «Создание летописи – это всегда важный момент сохранения истории. Для того, чтобы суметь, сохраняя лучшие традиции, развиваться и создавать что-то новое, нужно все-таки понимать, а что было сделано до того, как мы появились на этой земле». Заместитель директора детской библиотеки Татьяна Плохотник выступила в качестве героя одного из конкурсных интервью в прошлом сезоне проекта «Слава Созидателям». Автором ролика выступила ученица седьмой школы Юлия Шишканова. Татьяна Плохотник рассказала об истории создания детской библиотеки как одной из частей системы воспитания и образования нашего города. «Для любого человека, не только для ребенка, но для ребенка в первую очередь, очень важно в любом подобном проекте найти точки соприкосновения с ним самим, с его историей, с его биографией, то есть зацепить какой-то интерес». Героями конкурсных работ в этом году могут стать известные работники предприятий и ветераны, которые внесли значительный вклад в развитие атомной отрасли и городов в присутствии Росатома, обладающие знаниями, наградами и общественным признанием. Изменились требования и к авторам работ. «В этом году введены ограничения в сторону качества. Авторами работ могут быть лучшие дети, которые занимают высшие строчки в рейтингах по учебе, по активности, по участию в конкурсах». Авторы творческих работ, которые займут призовые места на муниципальном этапе конкурса, будут награждены ценными призами на параде «Созидателей» в Сарове в конце сентября. Лучшие работы будут направлены на федеральный этап, итоги которого подведут в Москве в конце года. Оператор конкурса в Сарове – Дворец детского творчества. Дополнительную информацию можно получить по телефону 952-37. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. 8 июля в силу вступили изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, ужесточающие ответственность за браконьерство. Согласно новым правилам, штраф за незаконную охоту увеличился с 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Статьей также предусмотрена ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и рыб, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу. Теперь максимальный срок за данное правонарушение составляет 4 года лишения свободы со штрафом до 1,5 миллионов рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене румингом территории России. Вместо этого документ предлагает ввести правил единого тарифа за услуги связи на всей территории страны. Напомним, отменить плату за звонки из одного региона в другой еще в прошлом году предложили депутаты Справедливой России. Также отмену руминга активно лоббировали Федеральные антимонопольные службы, уверяя, что это не приведет к повышению тарифов. Однако в преддверии отказа от внутреннего руминга многие мобильные операторы резко изменили условия и начали вводить новые линейки тарифов уже без привязки к региону. 24 июля глава администрации Сарова Алексей Голубев проведет личный прием граждан. Записаться на встречу можно будет во вторник 17 июля в 128 кабинете здания городской администрации с 8.30 до 17.30. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 59 и 9 77 70. Утилизацией саровского мусора займется столичная фирма. По результатам конкурсных процедур за обращение с твердыми коммунальными отходами будет отвечать московская компания МСКНТ. На днях ее представитель Павел Вартанов со знакомительным визитом посетил наш город. По его словам, уже в следующем году специалисты МСКНТ будут участвовать в ликвидации стихийных свалок на территории Сарова. В разгар лета во всем мире отмечают самый вкусный праздник – Всемирный день шоколада. В этот день миллионы ценителей популярного десерта посещают ярмарки, фестивали, мастер-классы и, конечно, дегустации. Шоколад – самый популярный десерт в мире. Исследователи то приписывают этому продукту магические целебные свойства, то пугают сладкоежек неприятными побочными действиями. Какие на самом деле пользу и вред приносит сладкий антидепрессант – расскажем далее. Горький, молочный, рубиновый, зеленый, белый, шоколад на фруктозе, органический, пористый, с сотнями разных начинок и добавок. В магазинах представлены десятки видов на любой вкус. Горький и молочный различаются не только долей какао-бобов в составе, но и содержанием сахара и молока. Именно поэтому более диетическим считается горький шоколад, в котором не содержится молоко и почти нет сахара. Но существует еще и белый шоколад, с которым все совсем иначе. И его вообще, в принципе, специалисты даже не считают за шоколад как таковой, потому что в его приготовление не входит сам тертый шоколад даже, больше какао-порошок. Шоколад по праву считается любимым лакомством детей и взрослых. Не только вкусный, но и полезный. Он поднимает настроение, стимулирует работу мозга, содержит кальций, железо, фосфор, цинк и витамины группы В. Но как и любым продуктом, содержащим сахар, шоколадом нельзя злоупотреблять. Когда мы потребляем много сахара, у нас в крови увеличивается уровень глюкозы, что, собственно, приводит к серьезным нарушениям углеводного обмена. Ограничив рацион простыми углеводными жирами, отказавшись от полезных белков, минеральных веществ, мы подвергаем огромной опасности свою поджелудочную железу. Все больше людей стараются вести здоровый образ жизни. И те, кто активно занимается спортом и правильно питаются, уверены, что сладкая – главный враг хорошей фигуры. Особенно строго за рационом питания слезят женщины. Такой строгий подход к диете, он не всегда оправдан, потому что женщина начинает, исключая из своего рациона сладкое, особенно то, к чему она привыкла, это хотя бы полплиточки шоколада, исключать целиком и полностью сразу нельзя. Потому что начинается нервное, стрессовое вот это перевозбуждение, и мы только себе вредим тем самым. Не бойтесь включить в свой рацион пару долек шоколада. Получайте удовольствие от тающего во рту лакомства. Делитесь им с друзьями и близкими. А в день шоколада это не только можно, но и нужно. Наталья Петрунина, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Кукла-берегиня, куватки, погремушки и горячо любимые детьми каталки в Сарове открылась новая выставка, которая придется по душе как малышам, так и взрослым «Русская игрушка. Копилка народной мудрости». В экспозиции представлен почти весь разноцветный мир традиционной нижегородской игрушки и ее современных вариантов. Если хорошо изучить историю вида народных игрушек, то можно заметить, что делали их не просто так. Они должны были не только развлекать ребенка, но и развивать и обучать его, готовить к дальнейшей жизни. Игрушка позволяла развивать ребенка, росла вместе с ним и стимулировала его развитие. В каждом возрасте ребенку давали определенную игрушку. Как только малыш появлялся на свет, его верным спутником становилась потешка. Самые первые игрушки вешали на люльку. Они служили оберегами и приучали ребенка сосредотачивать взгляд. «Подрос малыш, сел, давали каталочку на палочке. Палочка была короткая, когда ребенок катил эту каталочку, он потихоньку старался за ней ползти». Особое внимание на выставке привлекают матрешки. Загорская, Полхов-Майдановская, Вятская и, конечно, Семеновская. Каждая коллекция по-своему уникальная, разглядывать их можно часами. Есть и авторские матрешки, расписанные по мотивам сказок. Также среди игрушек встречаются птички, зайцы, совы. Были в те времена и главные образы, которые можно встретить практически у всех мастеров. «Для мальчика это образ коня, символ солнца, символ и вносливости, силы. Обязательно медведь. Русский дух без медведя, ну куда же». Экспонаты музея – Нижегородская промысловая игрушка, Дымковская, Городецкая. Особую восторгу малшей вызовут механические игрушки, маятниковые и, конечно, музыкальные. При этом выставка будет интересна не только детям, но и взрослым. Мы постарались показать игрушку в немножко новом аспекте, именно с педагогической точки зрения. И, проводя экскурсию по залу, рассказываем, как же дети играли этой игрушкой, что она развивала, какой познавательный интерес она формировала. Также у саровчан будет уникальная возможность не просто познакомиться с историей игрушек, но и поиграть в них. В музее постоянно работает игровая площадка. А по предварительной записи проводятся мастер-классы, на которых вас научат делать традиционные народные куклы. Более подробная информация по телефону 6-64-94. Мария Рунч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. В Нижнем Новгороде на Грибном канале прошло первенство России по ловле на поплавочную удочку. Наш город представил юный спортсмен Артем Вшивков. В упорной борьбе кандидат мастера спорта завоевал серебро в личном зачете и первое место в составе команды Нижегородской области. Артем Вшивков участвует в соревнованиях по рыбной ловле не первый год. Серебро, которое он взял на первенстве России, заслуга долгой и упорной работы. Рыбалкой я начал заниматься с пяти лет. Мы с папой раньше ходили также на нашу речку, ездили на разные озера. Он, можно сказать, мой первый тренер по рыбалке. По словам Артема, самое сложное в рыбалке не то, что надо долго сидеть на одном месте, а то, что все принадлежности для этого спорта дорогие. Но даже несмотря на это он не бросает своего увлечения, а продолжает развиваться и получать новые эмоции. Рыбалка для Артема – это не только возможность поехать на соревнования и, пусть даже мельком, посмотреть другой город. Вообще рыбалка – это отдых. Конечно, не на соревнованиях, но вот так вот куда-то выбраться, даже с семьей отдохнуть – это очень классно. Артем вместе с товарищами ездил в Нижний Новгород на четыре дня. Сначала предстояла жеребьевка. Участникам выпал шанс самим выбрать сектор, на котором они будут рыбачить. Заветный листок тянул по традиции капитан команды. Затем прошли тренировки, после чего само первенство. Девушки тоже участвуют в соревнованиях. Девушек, конечно, не очень много, но есть девушки, которые даже занимают первые места, на Россию ездят, на кубки, на чемпионаты. Как и любой другой спорт, рыбалка развивает в человеке определенные качества. В первую очередь, как считает Артем, это доброта. Доброта к животным, к людям. Всю рыбу, которую поймали ребята на соревновании, они потом выпустили обратно в грибной канал. Дария Турсунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.